Привет, народ! Вот и последний видос в 2022 году. Я как-то и не заметил, как он прошел. Как и обычно, за целый год много чего происходит. Кажется, что это огромный промежуток времени, но на самом деле это крохотная песчинка. Но за ее срок многое, что может поменяться. Даже банально взять мой канал. За это время он очень сильно вырос. И даже посмотреть ролики, которые вышли один год назад, я такой испанский стыд с них ловлю. Хороший микрофон, звук, но все равно что-то в них не так. И я более чем уверен, что через год я буду говорить то же самое про этот ролик. Спасибо всем вам за поддержку. Я ее очень ценю. А вам я пожелаю удачи в любых ваших делах и самое главное счастья. И поздравляю вас с новым 2023 годом. Перейдем же к самому ролику. Данная нарезка РП не будет стандартной. Сделал я немножко по-другому. Я не буду просто показывать геймплей, а буду озвучивать события, которые произошли на протяжении этого сезона. Рэдклифф. Небольшой городок в штате Кентукки. В нем бурлит обычная мирная жизнь. Люди ходят по магазинам, работают, мэр принимает огромные очереди и уходит на обед. В церкви кормят бездомных. И так проходят день за днем. Но этой зимой выпало чересчур много снега. Мэр вызвал рабочих, которые начали огораживать центральную дорогу. Поэтому перед рабочими стояла непростая задача. На протяжении нескольких часов на морозе выставлять конусы вдоль дороги. Что снизит вероятность ДТП. И вот уже в полдень работа была закончена. Рабочие собрались и уехали. Но кого обманывать, чтобы конусы помогли избежать ДТП? Да не в жизни. Небольшое предупреждение. Дальше будут маты. Да, побегать бы ему, сказать, типа, гангул. И там Хэнк ебался, блядь. Я обгонял, блядь, там Хэнк ебался в конус ваш. Я, короче, обгоняю, возвращаясь на свою полосу, тут Хэнк появляется. Я обратно. Она все равно обгонял? Да. Что это за обгоняешь, что мы, блин, рабочие тут работаем? Ну, в куле вы так, блин. Я, блин, реально, сейчас проедем. После снегопады усилились. В магазинах по всему городу начали быстро пропадать запасы еды. От этого поднималась паника, и запасы исчерпались еще быстрее. Из-за занесенных дорог поставки с едой были очень редким явлением. Спустя некоторое время метель стихла, и в город направилось сразу два грузовика с припасами. Не все, что я заказывал. Нет, картохи, морковь, капусты. Но это все. Грузовики, которые приехали, у них был минимум запас всего. Город не маленький, а всем что-то нужно. Жители и владельцы магазинов были недовольны такими поставками. Да что там жители, даже водители были недовольны. Тащиться через такую даль, ходить по морозу и таскать продукты, а потом еще слышать, как многие недовольны. То продуктов мало, то не завезено это, то не завезено то. Так и изначально выдали неправильно написанную накладную. Количество проблем и напряжения в городе только росло с каждым днем. А вместе с этим и росли очереди к мэру. Мало того, что у аллочного мэра и так были очереди большие, так со всеми этими проблемами не начали расти прям как на дрожжах. И это стало целой традицией. Водители бунтовали, что им приходится возить туда-сюда огромное количество грузов, а им не платят. Рабочие тоже бунтовали по поводу зарплаты. Продавцы требовали больше продуктов. А жители хотели есть. Но дороги потом замело настолько сильно, что ни один продовольственный грузовичок уже не мог проехать. Но спустя время по центральной улице города проехала мощная военная техника. Проехала целая колонна. И одному богу известно, что происходит. Кто на? Николас? По этому поводу местными властями были перекрыты все улицы. А горожане с обочины провожали военных удивленными взглядами. Колонна была довольно большой, и вслед за хаммерами спустя время проехали грузовики. А закончил парад пролетающий над городом военный вертолет. Тем временем, от хвоста колонны отделилось два хаммера. Они остановились возле мэрии. Сейчас явно что-то будет. Но как оказалось, это была обычная гуманитарка. Бояться тут было нечего. И значит, в соседние города тоже поехала гуманитарная помощь. Это неудивительно. Только военная техника сможет проехать по такому снегу. Что это такое за мероприятие, так сказать? Ой, извиняюсь. Малой, тебе это не нужно. О, мэр едет. Ладно. Спасибо. Помощь? Что за помощь? Нам помощь нужна. Всем. Малой, меньше говори. Ладно. Ой, я заболел уже. Здравствуйте, ребята. Что тут происходит? Добрый день. У кого можно взять интервью насчет вашего приезда в город? Пипец. Кто это? Первая очередь будет. Давайте я второй, во-первых. Я третий. Малой? Малой, я второй, я третий. А где очередь начинается? Отсюда. С этого человека? С этого человека? Стоите, стойте. Мы записываем, так что верните как бы. Смотрите, я взял мясо с чили. Мясо с чили. Их было четыре, я взял одну. Я не советую ее бут. С персиками. Все. Они спокойно имеют права. Ладно. Можешь тебе открыть одну консерву? А то я уже... Вот такое мирное мероприятие. После чего город спокойно вздохнул. Но в скором времени народ опять начал бунтовать. Потом почитаю твои газеты. Ммм. Да, кстати, гуманитарка вообще не гуманитарка. Да это не гуманитарка. Военные заставляют гуманитарку, ну, не в деревне уж. Молодой дарил. Типа у нас что, рядом какая-то война что ли идет? Так в газете говорилось о проблемах с логистикой и в городах. Все. Может быть и в этом проблема? В больших городах проблема с логистикой. Хэнк, я сейчас поеду в магазин и закупаться продуктами. Ты меня можешь потом найти. Дома, наверное, мне дом под номер 3. Никого. Хоть военными частично решили проблему с едой, но люди все равно им не доверяли. Напряжение из города так и не собиралось никуда уходить. И все, как обычно, со своими проблемами и претензиями стояли под дверью бедного мэра. И так прошло несколько дней. Как обычно, с приходом зимы все грузуны идут в дома. А в скором времени люди стали заболевать. Поначалу списывали это все на крыс и обычную простуду. Но после в городе нашли труп. Симптомы доходили до рвоты, лихорадки и бреда. Это уже трудно списать на простуду или расстройство пищеварительной системы. Снова приехали военные с гуманитарной помощью. Такими обстоятельствами часть решила остаться. А после вообще вели комендантский час. Одна крыса укусила медика. В него начались те же симптомы и вскоре он обратился. Новых существ назвали бешеными. Началось массовое заражение. С соседних городов потянулись целые орды. Военные были вынуждены отступить для перегруппировки. Но часть из них пала. И вот город окончательно погрузился во мрам. Подожди. Там еще. Ну там еще один. Не могут быть два человека? Ну вообще могут, но... Еще один рядом с фургоном стоит. Не, не, вон он идет, он идет. Вон еще один рядом с фургоном стоит. Так. Ходят, 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 ходят вон. Ходят их вертолет. Вон еще один. Твою мать. Не надо, не только... Так, давайте быстро скарировались. Все манатки с улицы заносим в церковь. Так, тихо. Не надо. Трогай. Не дай. Ну и что вы стали заносите быстро с улицы. Я предупреждал вас. Не трогай меня. Урод. Местные еще не давали полного отчета, что происходит. Но понимали, что ни к чему хорошему это не ведет. Ахрене, мужики, надо бежать отсюда. Согласен. Сейчас пожар, сейчас мы хотя бы их уведем. Пожар. Я ухожу. Бежим. Церковь загорелась. Люди бросились к фургону и поехали в бар. Второе пристанище всех выживших. Не буксуй, не буксуй так. Вот, все, поехали, быстро, уезжаем. Твою мать, к Бобу в бар. Твою мать. Черт, вы военные. Так и знал, ничего хорошего. Твою мать. Он, у них, по-моему, там будет что-то. По прибытию, выжившие в церкви рассказали, что с ними случилось. Моя церковь. Ну ладно. Бывает. Ох, ты ж блядь. Ох, ты ж блядь. Моя церковь. Моя церковь. Смотри, жаруни не хавались. Стой, стой. Отец. В вашей группе все нормально, никого нет, они не поранили. Меня поранили жестко очень. Помогите. Тебя посадили в церковь. Тебя посадили в церковь. Ну конечно, куда же без сюрпризов. И тут началась веселая ночь. Судя по всему, бешеных привел вертолет. А двигатель грузовика указал, куда им точнее идти. Лезопилка уехать. Я думаю, там не будет. Да блядь, на лесопилке ни хуя нет, сука. Мы замерзнем хуям собачки. А куда еще? Куда еще? Давай. Куда еще? Надо туда, где тепло, блядь. Сука. Там буржица должна стоять. Давай еще. Сука, есть? Там уверен? Да. Покажи. Да блядь, че их так много там? С чистым мужикем. Все, быть готовыми. Я сейчас не мог. И еще. Люди есть кто живой! Живые люди! Да блядь! Покажу, как резал тут. Блядь, сюда иди, блядь. Защитники не понимают, что своей стрельбой они привлекают только больше, и что с каждым выстрелом их могилы становятся все глубже и глубже. Ай! ААААН, С 거기 ahor�ет, School과 АААААА! Да, бл**ть! БЛЕНd! НЕЭТ! Человек! Я, с mama! Сука, НЕЕТ, ХОРИ! НЕЭТ! НЕЕТ, БЛЯАОТЬ! БЛ�Эй! Что, ты какой? Какой очевидный конец, не правда ли? Всего лишь с одной потерей выжившие справились. Одна смерть заставила их действовать более осторожно. После чего они вернулись в свой бар, зализывать раны и думать, что делать дальше. Под натиском бешеных они устроили эвакуацию. Кто смог добежать до грузовика и успел сесть с него, пока его не съели, выжил. После грузовики уехали из города навсегда. Вот такой получился первый не бета-сезон. Персонажи игроков не были удалены, они перенеслись на второй сезон. Второй сезон уже идет. А что было по итогу, если вы просто зритель, узнаете потом. Ну как-то так. Надеюсь вам понравилось. Поздравляю еще раз вас с Новым Годом и увидимся в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok